Мой первый игрок, когда я был здесь, это разнообразный. Его первая игра очень сложная для него. Мне нужно привыкнуть к игре здесь. Это очень хорошая опыт. И я просто пытаюсь сделать самое лучшее, чтобы помогать команды. Это хороший опыт для него. Сейчас первая игра, чтобы он начал понимать какие-то схемы. Хотя он только недавно с самолета можно так сказать. Он приехал, чтобы помочь команде. Пока все. Было ли психологически сложно в концовке или были уверены? Психологически тяжело для вашей команды в конце концов? Это связано с последним вторым ударом. Мы должны быть уверены, что мы сборкаем, в grade D, блокируем, и слегкаем противника, чтобы получить хороший удар. Они хорошо сыграли в защите, выиграли подбор. И в конце такие хорошие броски получились. Это ключевые моменты в их команде. В первую очередь тренер доволен тем, что выиграли. Это была хорошая игра даже для просмотра, для зрителя. Потому что обе команды проявили характер до конца игры. У нас было некоторое преимущество, которое мы не смогли контролировать до конца. Но в конце концовке, я считаю, что мы больше заслужили эту победу. Я считаю, что фритрой от нас не достаточно, чтобы выиграть легко игру. Все-таки те свободные броски, которые мы делали, этого недостаточно, чтобы выиграть легко игру. У нас все-таки были ошибки в защите, которыми я недоволен. Но опять же они обусловлены тем, что нам нужно внедрить нового игрока в команду. Я действительно верю, что этот парень может нам помочь. Я действительно верю в то, что этот парень может нам помочь. О Джексоне речь. Готовились к игре, знали, что очень серьезная команда, что команда высокого уровня. Но проблема в том, что мы могли бороться, как мы показали в самом конце игре, но мы это очень поздно начали делать. Мы начали игру вроде нормально, а потом плохо играли. И в конце опять начали бороться. И вы увидели, что мы могли бы его играть. Есть вопросы, пожалуйста. Денис, показалось, что не все сегодня у вас получалось. В чем связывать? Я не знаю, с чем это связать. Мне надо найти какую-то стабильность в своей игре. Потому что бывает так, что, не знаю, с собой я разберусь. Но по жестче надо играть. И продолжать работать. Я могу посмотреть на эту игру с собой. И я не знаю, почему это произошло. И мы начинаем играть только в момент для того, как было минус 14. И мы начали играть только тогда, когда было минус 14. То есть только когда мы пришли на минус 14, мы начали играть так, как мы начали играть, Бароца, с большой помощи в защите и с быстрым трчанием в контранапад. А с другой стороны, мы могли бы так играть. Может быть, мы лучше не могли играть до того момента. Мы сегодня играли против самая сильная команда в Украине. Команда, которая была сделана чтобы играть в Евролиге. Они играли перед началом чемпионата квалификации в Евролиге. И были на этом турнире одними из фаворитов. Поэтому эта команда очень сильная на каждой позиции. И была ситуация в игре когда все защищаешь. А потом возьмут один игрок мастер как Рамел Карри. И против этого нет защиты. Так что все важные каши. Да, это один очень хороший игрок. И есть некоторые вещи от которых невозможно защищать? И еще один игрок рядом с Пустовым и Покапенко. И еще один игрок рядом с Пустовым и Покапенко. Которая будущая будущая. И корма лагану да поклоняем пащи. И корма Бум Патехоника уделят неманя. Так что с этой стороны могу да буду задоволен и повратком Сизофа. Которая дана, иако я промашил некое отворное шутер. Нема веще. И могу сказать, что доволен, что потихоньку возвращается Сизоф. Он то, что промазал, ничего страшного. Образал. Играл корректно. Играл. Так что это. То есть это. То есть чем могу быть задоволен, могу быть задоволен. Как мы бороли целую технику? Чем могу быть доволен? Тем, что как мы боролись на протяжении всей игры. Играл всегда может быть лучше. Играл всегда может быть лучше. Но сегодня... Может быть и не могло быть лучше. Они в очень хорошей форме. Изгубили первые две игры. И после этого они уже подряд выиграли четыре. Так, когда с удовольствием с великим самопознанием. Поэтому пришли сюда с очень большой самоверенностью. Играли в хорошей кошерке. Имеют очень знашения. Имеют очень хорошего тренера. И играют очень хороши посп க? Играли отличную кошеркуon. И играют хорошую meter. И мне... NING! Я могу быть доволен, когда Мяч сдел Có ли 2 быстр Karрав feстр. Если бы предывать второй раз. Может быть она Berewas? Может быть мы могли играть игру? Но я не хочу сказать, что суди сегодня плохо судили. Если бы свистнули из этих двух моментов фол, то это было на два раза. Могли и да судили, и да не судили. Могли свистнуть, могли и не свистнуть. Как бы не свистнули, так и могли и свистнуть. Может быть у токница имела другой ток, победник бы был другой. Победитель может быть был другой и игра пошла по другому росту. Но нет связи, но не жалость на суде в целом. Я сказал, что команды защищали без фол. Нема разлога, чтобы сделать фол, когда пола шла за них, было 33 секунды до конца. Нема разлога, чтобы сделать фол. Нема разлога, не было смысла сделать фол. Мы, скажем, отбранили. Можно сказать, что мы практически защищали. Но есть шутеры, которые не могли защищать. Он идёт с игроком, дриблигом и скотит пола метра назад и шут на троих. Он шёл с игроком, сделал на пол метра от прыгнула от него, бросил и попал три очка. То есть шутеры, которые не могли защищать. Такие трехочковые броски невозможно защищать. Это баскетбольные баскетбольные баскетбольные. Вулли Авдалович, посмотрите, сколько трофеев в своей жизни. В три земли. В трех разных странах. И с репрезентацией. И с бомбой. Так что он забил такой важный мяч. Я делал лекцию этой команды. Какие задачи? Василий и Василий и Василий. Задаток у этой экипы в току этой сезоны. Я сказал на первом сестанке, пред начальника Лиги. И я от этого не могу предоставить. Без обзора ли это кому-то нравится или нет. Не обращаю внимания на то, что понравится кому-то или нет. А, особенно, нет, если это даже не понравится журналисту. Эта команда должна быть в конце пятого или шестого места. И молодые игроки Пустовой и Прокапенко должны играть. Без обзора ли мы утокмиться, чтобы потерять или получать. Дали мы иметь две или три победы на краю или меньше. И молодые игроки Пустовой и Прокапенко должны получать достаточно много игрового времени. И даже если мы проиграем каких-то две или три игры больше чем за планировали, но самое главное, что они играют больше времени. И так под это команда создавала. Я мог бы выбрать и другие игроки. И я мог бы выбрать других игроков. И полностью закрывать молодых игроков. И не получать шансы опять в этом году. И они в этом году опять не получат шансы играть. И потом в 24-е годы они опять будут молодые. В 24-е годы игрок уже не было молодые. Когда има 18-19, он должен начать играть. Когда има 18-19, он должен начать уже играть. Если бы я взял еще одного странца высокого игрока, Пустовой не бы видел его в этом году. И кто знает когда бы его видеть. Если бы взял еще одного игрока на позиции 2, не бы видел Прокапенко. И что значит цель этого всего? Да играют странные игроки. Да будем 5-ти вместо 7-ми. И никогда не увидим украинских игроков. Если они молодые, если профессионалы, если они молодые, если они не молодые. Я люблю дать им шансу. По цену да я изгубим посаду. Это меня не интересует. Если я изгубим посаду или нет. Мне это не интересует. Мне интересует украинский игроков, украинские игроки. И я думаю, что я работаю в интересах этого города, и клуба, и на конце концов украинских игроков. Не так много как сейчас. Но чтобы их видеть. Чтобы они чувствуют вкусы игры. Поэтому они из сезона, и из месяца в месяц, получат все больше и больше. А если мы на конце концов будем 5-ми? Или 7-ми? Я думаю, что мы будем 6-ми. Я думаю, что я уверен. И я буду делать все. Мне жаль, что нет еще одного молодого игрока украинского игрока. На позиции 4, например, я могу позволить играть украинских игроков. На позиции 4-го номера я мог бы поставить еще одного спойного игрока. И еще одного поливого игрока. А особенно мне жаль, что нет плеймейкера украинского. Тем более мне жаль, что нет плеймейкера украинских игроков. Тогда бы не было двух иностранцев на позиции 4-го номера. Так что я могу сделать команду только из того, что у меня было. И плюс да доведем оно что нет. И плюс да пригласили тех, которых у нас не было. И плюс да вводим рачуна о молодом игроках. И плюс думаем о... Не только о молодом, но и украинских игроках. Не только о молодых, но и в целом украинских игроках.